Украина обновила и расширила антироссийский санкционный список. В документ внесли также бенефициаров крупнейших компаний-изготовителей минеральных удобрений. Андрея Мельниченко, Вячеслава Маше, Андрея Гурьева и Дмитрия Мазепина. Теперь после принятия списка Советом нацбезопасности, его должны согласовать с Кабинетом министров. Если правительство одобрит все фамилии, то нелеганные поставки минонабрений из России прекратятся. Напомню, нардепы уже не первый год добиваются введения эмбарго на ввоз удобрений из России и полного возобновления работы украинских химпедприятий. И утверждают, что проследят, чтобы из списка, который сейчас в Кабине, не исчезло ни одно имя. Вчера все-таки РНБО пакет санкций ввело против российских олигархов и против российских предприятий. За моей информацией, так же было введено и о производителях в химическом галузе российской. Но сейчас интересная ситуация. Кабинет министров должен подтвердить этот список. В прошлом году большее предприятий из химической галузи. При том, что российские минеральные добрые, востребованные агрессоры, шли то взагалі без антитемпинговых мит, то когда восстановляется антитемпинговая мита, то под виглядом сумешей контрабанды. Останним временем украинской власти все сложнее и сложнее пояснивать нашим захидным партнерам, почему Украина требует от Соединенных Штатов, от европейских стран все сложнее санкций по отношению к России, а сама увеличивает товарообьк с Россией. Многие политические группы, народные депутаты объединялись вокруг того, что химическая галузь практически стоит на коленах в нашей стране. Что сегодня из Российской Федерации практически идет Миндобрева и за эти деньги, которые получают российские олигархи, финансируется терроризм на сходе страны, в окупованных территориях. Мы требуем сегодня от Кабміну принять правильное решение и заборонить четыре олигархичные группы возить контрабанду Миндобрев в Украину. Краина втратила майже 2 миллиарда долларов. Уявите, сколько можно было сделать за эти деньги в нашей стране.